От всей души поздравляем вас и всех присутствующих, всех участников с этим замечательным праздником. И мы рады, что сегодня мы вместе. Пысь, пожалы! Спасибо, с праздником! Первыми губернатора на двух языках приветствовали кумандинцы. Площадка фестиваля огромная. В День России она на несколько часов стала центром объединения страны. Здесь собрались люди самых разных национальностей, ведь только в нашем крае живут как минимум представители 132. И каждый народ старался удивить. Виктор Петрович супруга татар переходили к казахам и кыргызам, затем к белорусам, которые представили губернатору сказки нашей страны. У меня такая есть книга. И ваша тоже здесь есть сказка. Да, эта сказка написана белорусским этнографом Иваном Кирчаком. О представителе Чувашии научили Виктора Томенко фразе «С днем России» на чувашском языке. 11 национальных стендов и ремесленных павильонов осмотрели супруги Томенко. Изделия из глины, бисероплетения, музыкальные инструменты, национальные костюмы. Глаза разбегались от того, что умеют и чем готовы поделиться представители самых разных национальностей. Это матрешка – символ плодородия и щедрости Алтайского края. О, это нужное дело. А Алтайскому краю очень доброе. Спасибо вам большое. Количество гостей фестиваля на Бирюзовой Катуни с каждым годом становится больше. Если пять лет назад сюда приезжали представители 14 российских регионов, то сегодня 23 и двух стран – Казахстана и Киргизии. Впервые приехали гости из славяно-сердского района Луганской народной республики, которому Алтайский край помогает налаживать мирную жизнь. Что для нас это означает Россия? Россия – это отчий дом, Россия – это близкие люди, Россия – это домашние участки. Сегодня этот праздник моя Луганская народная республика отмечает тоже вместе со всеми жителями России. Но для нас он особый праздник. Мы стали гражданами России и студентами федерации российской. И вот сегодня мои земляки тоже отмечают этот праздник. И очень рады тому, что мы наконец-то вернулись в отчий дом. Губернатор на торжественном открытии фестиваля напомнил, что в Алтайском крае собирают гуманитарную помощь для жителей славяно-сердского района и для поддержки наших военных. Виктор Томенко поздравил всех, кто приехал в турзону Березовая Катунь, чтобы отметить один из главных российских праздников. Представители больше 130 национальностей сегодня в Алтайском крае живут. И живут многие годы, десятилетия и даже века живут мирно, дружно, созидают будущее, созидают будущую жизнь. Это замечательно. Мы будем делать все для того, чтобы так жизнь на нашей земле и складывалась. И спасибо вам тоже всем за это большое. По уже сложившейся традиции губернатор вручил паспорта юным российским гражданам, которым исполнилось 14 лет. Почти все они представители движения первых. Праздник на Березовой Катунь продолжался несколько часов. Фестиваль уже давно популярен и у туристов, которые с удовольствием приезжают на Алтай, тем самым развивая экономику региона. По статистике мероприятие каждый год собирает почти 5000 гостей. 23-й не стал исключением. Гостеприимство наших людей оценили многие. С фестиваля все уезжают в отличном настроении и с желанием вернуться сюда снова в следующем году. Татьяна Голубева, День с толком.